всем привет меня зовут лина и это skyrim и бежим объединять соединять амулет голдера я вспомнил о том что у нас еще квеста с изгоями то не сделан и в целом-то много какого контента надо бы еще поделать я так понимаю сейчас будет финальный fight до с голдером или с тем кто не хочет чтобы я была как голдур да дресть древний указ да поглотит забвение это место да сотрется но со свитков истории да не помянет не человек не мер да забудется в веках самое имя его за на и же сюда входящий это место было запечатано дорогой ценой склонись пред теми что покоятся здесь уходи прочь и тару и кой хочу покой давайте я упакою навсегда как будто не знаете как это делается господи так а вот теперь конечно тарелка теперь-то конечно ну костяной это тот был изумруды наверное да змея змея кит и мишка да подожди ты чё ты зеваешь сейчас мы закончим змея кит и мишка сейчас всех упакоим разупакоим переупакоим нормально все будет вообще дура что ли ты чё сейчас делала никогда так больше не делай пожалуйста лина ты чё я чуть блин я я не знаю я кондратья чуть меня не хватил это не нравится а сюда тоже нужно какой-то определенный коготь змея кит и мишка а интересно я вообще как бы думала что тут изумрудным когтем но тут походу только костяным надо то есть тем что мы фонгу груди нашли ай чё чё ты чё ты чё костяной а наоборот дракон птичка птичка дракон птичка и птичка яда напилась а я просто будь здоров я подозреваю сейчас конечно вот безудержное веселье да вселенский махач я до сих пор очень смеюсь с того что мы стали архимагом не зная нормально практически ничего из заклинаний чисто с луком великий архимаг лукарь ой простите ладно больше я так делать не буду хорошо давайте сражаться лоб в лоб как того и предполагала игра давай вот тут вот хрипит дай я тебя зафоткаю на память дай я тебя зафотку а и и и он и Продолжение следует... 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 хотя судя по вот этому бульк я была близка к тому чтобы стать мертвым ихтиандром ладно амулет блин голдера собрали на одно название просто люто негодую так и знаете душник я много шуток у меня есть по этому поводу ладно это было долго это было обширно но мы сделали winter hold вот нам надо на самом деле посмотреть что там за перчатка это дурацкая что я опять же говоря что вот там сундуке есть от нее что-то но это видим будем уже следующий раз думаю чего кого ну а пока 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 давайте немного передохнем так нам по моему зубы ледяных чего-то там надо кому-то отнести что самое такое важно это мы сделали то кто сделал вы чё не делайте так никогда больше я не просто так блин все это сделал амулеты во-первых но а мой заклинание расход на три процента меньше не знаю даже грамоты примерно одинакового содержания гримуар дневник так золотой ожерелье я на самом деле бы конечно бы зачаровала тогда надо найти куда блин ключи вот эти вот бесполезные скинуть потому что они чисто только место занимают что за книга вообще а нам надо этих бесполезных бардов конечно сделать что за книгу что за книгу что за книгу ученика коллеги этого огмун получается под тыривал что ли на черный клинок голдера даже намного полезнее черный лук голдера тоже намного полезнее блин чем вот это вот шкура спасителя а чё за эпитафия ну вот это вот я думаю можно будет уже в расход пустить кто дверь закрыл и зачем так снять зачарование мы из чего не можем зато можем много чего зачаровать чисто чтобы прокачаться о щас сапогов конечно у меня тебя боги в битву вдруг ну вот просто сейчас надо почему бы и нет пока потратим все великие камни дурья просто потом мы снова все это блин забуду чего вообще куда где как делать давайте вот вот так все новый уровень зачарование здоровья магии запаса сил дополнительный эффект но я в на самом деле да я бы я бы вот так вот сделала он чтобы еще сильнее были зачарование я смогла понятно вот ими я вот хочу все сделать вот так проверить покрою а поговорим об этом доме живи с этим я не могу спорить наслаждайся радуйся жизни если ты этого хочешь найдешь меня в коллеге если передумаешь а ну хоть не разделся что уже радует но он тау морская по ходу при себе оставил да ну ладно самое главное говорю чтоб не разделся потому что если он снова начнет раздеваться я буду просто кричать чайкой с этого всего там насколько я помню вообще-то есть еще какие-то дома которые тоже можно счет а подожди стой 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 ледяное привидение ем огненная соль и ледяное привидение все что есть там надо найти забрать вот давайте вернемся к марисе а а а а а а поделаем немного маленьких квестов чтоб потом с толком с чувством с расстановкой продолжить а заодно попутно поймаем всяких торговцев и от всякого дерьма испаримся я бы вообще на самом деле стрима какой-нибудь посвятила тому чтобы просто бегать и красть и делать край сделать вот такой вот разговорный больше стрим а мне так лень не в целом также за имперцы нам не о чем говорить намного и так лень так не должно быть но вот оно так и есть ты уже знаешь эти приклятые маги подорвали винтерхолк наверное это был вопрос времени маги там вообще был только один маг надеюсь ты не собираешься устраивать неприятности чем могу тебе я торгую на рынке мясом овощами на зубы просто превосходно теперь у меня долго не будет проблем с запасами как и обещала вот твоя награда надеюсь она тебе понравится чё 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 больше я так вообще солить юзи алтарь таласа вот вот это вот уже поинтереснее целить ютал тарта вас давайте посмотрим ребята просыпаетесь просыпаетесь ребята давайте проработать я к вам принесла много всякого во интересного он броншей мой друг уже вот здесь ну если конечно не вспоминать что мы ему подкинули всякого и подставили таким образом он наш друг да очень-очень нищий друг на забери это дерьмичи чтобы у меня не валялась так они все подожди там же еще есть всякие все остальные спят что ли не вон модели на погляди но у тебя-то всякая на у него тоже денег не очень много 121 дам ой здрасте пойдемте в храм таласа солить юти глянем я буду разговаривать с тобой на языке стрел уже совсем скоро блин более 8 но около 80 часов получается на играли в skyrim это прям 6 представляете сколько всего полезного мы могли бы сделать в это время а мы играем скорее но это тоже полезно своего рода отдых тоже нужен главный чтобы я вот прям слышу а вообще вообще по моему у нас там ярлы и лисев нас куда-то посылал как выглядит алтарь таласа а храм всех богов сияющий смеющийся всякая всячина мрачный замок солить ют храм 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 а во то есть нам надо куда я не запомнила к замку ладно че щемишь так я вот там посмотрела что там есть типа мастер луков очень интересно что он там целу не имею право не предложит только не вздумай мне тут на бедокуре кажется требованием имперцев не будет конца погляди чё у тебя за лук есть не ну тогда то конечно вообще нет никаких вопросов почему он мунд никак не мог ходил раздеты потому что походу всякий раз когда я рядом с ним респаунилась ему игра выдавала комплект одежды который в нем должен быть а он просто не знал одевать ли его ля щемит щемит вообще просто так они туда я иду солитюд храм богов вот сюда да вот и храм всех богов да благословят тебя восемь богов вижу тебя что-то гнить один из алькова война с эльфами альдмирского доминиона доминион объявила божествление талоса ересью талос был великим человеком и великим императором но это не делает его богом как бы братья бури этого не хотели и чё пусть твое божественное знание проведет нас через все испытания благословляю тебя боги слушаю анонимная записка если ты хочешь заполнить пустоту ступай во вдовью застава где мы оплакиваем смерть божества бессмертная спираль присаживайся или почему и нет правда по-моему во вдовье заставе ничего не было ладно ладно интересно что они вообще планируют делать если ну признать талосом богом можно будет только в случае победы братьев бури которые установят свои какие-то законы а этого не случится потому что для того чтобы победили братья бури надо чтобы на их сторону стал давакин давакин в этот раз встанет на сторону имперцев ну вот на что они рассчитывают типа мы прокрадемся ночью установим алтарь талоса и чё его просто тупо снимут это за еще раз здрасте а понятно о больше вещей давай вообще даже думать не буду я маленькая лошадка я несу очень много с собой вещей ты спокойный тени гриф чуть-чуть потерпела чуточку 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 во 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 почти 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 смогли почти ать ты молодец все копыты себе обломал скалол вообще бедняжечка я тебе дам самую вкусную морковку ну как разберусь правда как сюда входить все наклонено все наклонено все наклонено Продолжение следует... Но, конечно, зачем? Потому что тяжелая броня и заклинания иллюзия сочетаются как что-то непотребное с чем-то очень возвышенным. Как-то все покосившись у вас тут, ребят. Вы точно Талосу-то поклоняетесь? Да, походу точно. Я, если честно, впервые вообще тут. Говорят, когда Талоса не станет, дракон освободится. Исчезнет мир смертных, а вместе с ним и проклятие линейного времени. Тысячи миров будут плыть по потокам эфира, пустые и невесомые. Все, что было и чего не было, придет в состоянии бесконечной гармонии. Но есть и другие, мягкие голоса, крошечные шепотки, которые едва можно расслышать. Они вопрошают, а какова будет цена такого стремления? Я не знаю вообще, слушай. А-а-а. А-а-а. Ну, братья Бури-то понятно, как бы. К этим голосам я и умоляю прислушаться, ибо когда мы достигнем божественности, мы потеряем себя. Серьезно? То есть, Арилвен, которая высший эльф, да, она такая, типа, дратуйте, я тут это... Талосу поклоняюсь, что... Потеря себя, малая цена за вечный несокрушимый дух, ну, такое себе есть. Если голоса, о которых ты говоришь, человечество, тогда да, мы должны его защитить. Единственные голоса... Господи, что я слушаю в своей голове, это Ти-6. Нет, голоса человечества, мы должны защищать человечество. Говорим эльфу. Тогда я приветствую тебя как друга, путешественник, как и всех, кто молится в этом святилище. А... Ты помогаешь почитать Талоса? Да, я стала пастырем этих паломникам, чтобы они могли возносить здесь молитвы Талосу и давать ему силу. Ммм, разве не странно, что этих паломников возглавляет высокий эльф? Возможно, но я никогда не ощущала обязанность действовать так, а не иначе, и молиться одному Богу, а не другому, из-за моего происхождения. Я всегда делала лишь то, что считала правильным. Отсутствие поклонения Талосу может прекратить линейность времени? Это верит. Видишь, Талоса, стоящего над змеем? Тело змеи не свита кольцами. Это время, ставшее линейным. Убрать его, значит, позволит Ворхану свободно быть. Ворхан – это вот Талос, походу. Откуда ты столько знаешь про Талмор? Мой отец был агентом Доминиона, но он старался спасти людей, а не осудить их. Когда это открылось, он был изгнан и объявлен предателем. Перед смертью он поведал все мне и моему брату, чтобы мы могли продолжить его борьбу. Я могу чем-то помочь? Да, есть одно дело. Скорее всего, тебя, как и многих других паломников, привело в это святилище наше послание. И чтобы быть уверенным, что слово Талоса будет распространяться, мы просим, чтобы тот, кто забрал одно послание, взамен оставил два. Где? Нам стало известно, что посланники Талмора патрулируют улицы Маркарта. Мы должны обеспечить людям безопасное место, где они могут молиться. Так что положи одно послание у алтаря Талоса и одно оставь у хозяина таверны. В Маркарте, да? Благословляю тебя, путешественник. Наша сила и сила Талоса была бы непрочна без таких, как ты. Ты идешь на большой риск. Знай, я это ценю. Спасибо тебе. Госпожа Арио, большое спасибо за то, что вы сделали для моего сына. Я никогда не думал, что Талмор зайдет так далеко. Не нужно меня благодарить. Я лишь выполнила свой долг, как любой смертный. Не беспокойся, он будет в безопасности все родили. Благодарю, госпожа моя. Нет, ну вообще так-то, конечно, прикольно. Так действительно прикольно. То есть вы просто потихонечку молитесь своим богам. Видишь тех воинов из Хаммерфилла? У них кривые мечи. Кривые мечи. Ты про каких? Ты чтишь Талоса каждым своим визитом, паломник? Да, благословида. Запрет поклоняться Талосу, это неправильно. Эта эльфийка, она была тут ради меня, пока мои земляки Норды Приклонили колени, видимо, да? Интересно. А у тебя ключа нет. Мой младший сын был обвинен в поклонении Талосу. И все из-за амулета, который он нашел. Он думал, это просто игрушка. Госпожа Арио Вен сумела его спасти и отослать в безопасное место. Я благодарю богов за ее милосердие. Не, ну в этом плане-то, конечно, прикольно, да. То есть, ради великой цели, что ли. Интересно. Заплатить трактирщику за распространение посланий о Рилвен и отправиться в Маркарт и положить послание возле алтаря Талоса. Либо отнести послание о Далимару или агенту Талмара в Маркарте. Хм. Ну, вообще, конечно, это интересно. Потому что в целом, так как я живу в мире, где много вероисповедания, да, я не считаю чем-то плохим. И считаю, что нормально, да, когда есть юдаизм, буддизм, христианство. В христианстве еще православие, католицизм. И вообще, как бы, у японцев, например, есть синто-буддийский синкретизм. Это сочетание синтоизма и буддизма. Они взяли и свое чудовище Франкенштейна вообще, короче, сделали. Вот. Не, или сам. Ну, а в случае со Средневековьем тут порядки все-таки жестче, потому что здесь религия... Это... Таверна Серебряная Кровь есть. Это Таверна Серебряная Кровь. Угадай с трех раз. Это в том числе и рычаг контроля. Давай утолим твой голод. Ну, такое. У меня был голод голды, и ты его утолить не можешь. Тебя это не касается. То есть, тебя не смущает, да, то, что я одета в Талморскую одежду? Добро пожаловать. В Таверне Серебряная Кровь есть крепкая выпивка и чистые комнаты. Идет. Идет сюда. Тебя это не касается. Ну, вообще, если бы... Если бы я играла за высокого эльфа, то я бы, скорее всего, бы... Светилище Таос по прямой налево. Я бы, конечно, принесла им послание. В чем дело? И сдала бы со всеми потрохами. Ну, просто потому что по... Вообще говоря, может, это я да вакину. Это было бы правильно с точки зрения... Сейчас бы в теплую постель. Позиции. Элтрис. Извини, что втягиваю тебя в наши маркартские дела, но после того случая на рынке у меня совсем не осталось времени. Ты не из местных. У тебя бывалый вид. Ты подойдешь. Я крайне подозрительная. Тебе нужны ответы? Мне тоже, как и всем остальным жителям города. Человек впадает в безумие прямо на рыночной площади. Всем известно, что он из изгоев, а стража ничего не предпринимает, только убирает трупы. И что ты хочешь сделать вообще? Все это продолжается уже много лет. И все, что я сумел раскопать, это кровь и смерть. Мне нужна помощь. Прошу тебя, выясни, почему на ту женщину напали. Кто стоит за велином и изгоями? Я заплачу за любые сведения, что тебе удастся найти. Ты пытался расследовать это убийство? Да. Все началось, когда я был еще ребенком. Мой отец владел одной из шахт. Редкий случай, ведь нордом он не был. Его убили. Стражники уверяли, что это просто дело рук безумца, но все знали, что убийца был из изгоев. С тех пор я и пытаюсь докопаться до правды. Поиски меня ни к чему не привели. А потом я женился, и скоро сам стану отцом. Я поклялся, что брошу свои поиски ради ребенка. Но призрак отца словно преследует меня, спрашивает, за что? Кто такие изгоевыщи? Они потомки древних хозяев Маркарта, коренные жители предела, приверженцы старых традиций. Норды изгнали их из города. Ульфрид Буревестник и его люди. Это было лет 20 назад. Но почему-то они все еще здесь, и они убивают людей. Кто такая Вейлин? Кто такой Вейлин? Он работал в плавильне. Я и сам там когда-то отливал серебряные слипки. Я никогда особо не интересовался Вейлином. Знаю только, что он живет в Муравейнике вместе с остальными рабочими. Что ты знаешь о Маркарте? Она не из Маркарта. У нее буквально на лбу написано «Чужестранка». А приезжие обычно останавливаются в таверне «Серебряная кровь». Смотри в оба и держи ушки на макушке. А вот этот вот чувак, короче... Этот чувак прям патрулировал, да? Чтобы меня за руку-то схватить. Прикольно. Вообще... Вот и хорошо. Вот он Таос. Почему бы и нет? Вот такие незаметные записки. Просто есть две стороны, да? Есть... Грубый, вообще высокомерный Талморец. Нравятся луки, а? Я-то предпочитаю. Ладно, я не буду шутить на этот счет. Может, ему прямые нравятся, а не прямые. Вот. Есть вежливая эльфийка, да? Которая просто заботится о людях и так далее, да? А есть просто высокомерный хмырь. Который... Я к ним подхожу, но это тебя не касает! Пошла отсюда! Ну, пошла так и пошла. Есть, конечно, доля вероятности, что эта высокая эльфийка меня обманывает. Вообще люто. И всех людей, что там находится. Потому что там есть закрытая дверь, чтобы пройти в которую нужен ключ. И вот тут как бы... Вот это поворот. А в смысле ключ? А где вообще я? То есть, если кто-то что-то запирает, значит, что-то вообще как бы не так. Нет, ну понятно, что бывает... В основном запирают из-за того, чтобы кто-то что-то не украл. А если боятся, что кто-то что-то украдет, значит, там есть что-то ценно. И тут моя каджитская душа просто такая... А? Ты здесь! Как видишь, твои труды уже начали приносить плоды. Несколько памомников приблили из Маркарта, чтобы помолиться в этом святилище. А... Не бери в голову, реально, это было довольно быстро. Даже самая высокая башня, лишь собрание маленьких камней. Когда мы стоим на ее вершине, мы должны благодарить каждый камешек, лежащий под нами. Моя госпожа, мы получили вести от твоего брата. Мы теперь знаем, где они хранят камни душ. Хорошая работа. Передай ему, когда увидишь его снова. Что я люблю его. Можно ли доверять этой информации? Там он может обретать, или о чем ты думаешь. Утечка может быть не случайной. Я хорошо это понимаю, но ты недооцениваешь моего брата. Сомневаюсь, моя госпожа. От того, что он говорит, даже пыточный дел мастер покраснел бы. Осторожность никогда не повредит. Мы не можем себе этого позволить. Это может быть наш единственный шанс, но камни будут под усиленной охраной. Вообще-то я считаю, нам понадобится помощь. Я согласна, но я не хочу оставлять вас без защиты. В любой момент могут нагрянуть юстицары. Я говорю не о страже, а о нашем новом друге. Она права, понимаю. Ты, похоже, можешь на себя постоять и не дрогать в случае опасности. Ну что, ты как? Поможешь мне снести пару талморских голов? Давай более дипломатичный подход. Тогда от тебя будет мало пользы. Боюсь, это задание требует не слов, а действий. Почему ты не носишь ботинки? Мне нравятся ощущения земли под ногами. Когда-то солдаты называли меня Фроа, Медвежья, Лапа. Медведь, зверь такой. Люди говорят, у меня есть когти. Больше похоже на то, что у тебя просто нет денег. На самом деле, это так. То есть, началось все именно с этого. Но, став старше, я привыкла ходить босиком. Теперь это повод для гордости. Брата Орилвен? Я встречала с ним все раз или два, но этого хватило. Но я не хочу просто плохо отзываться о родне Орилвен. Хочешь узнать о нем? Поспрашиваю у нее. А ты из братьев Бури? Семейная традиция. Моя мать родила меня в тот день, когда Хакон Железный Кулак выступил на Карвастен. Я носила форму всю мою жизнь. Но на этой войне мне пришлось посражаться с другими нордами, так что я ушла из армии и попыталась стать священником. Карвастен стал местом жуткой резни. Верно. Но это лишь половина правды. Мне приказывали делать такое, чего даже Хакон бы сотрогнулся. Я знаю, что для некоторых я ничем не лучше бойцовского пса, но верность для солдата все. И какой же из тебя вышел священник? Не очень хороший, как видишь, но к счастью я встретила Орилвен и поняла, что лучше пусть она проповедует. Хакон Железный Кулак, старый пес из братьев Бури, теперь он книет в кровавом зале, хоть и не совершил никакого преступления. Как вы двое встретились? Да блин. Ха, да, еще история. Вообще-то я пыталась ее убить. Ну, может и не убить, но припугнуть, чтобы она убралась из города. Че, реально? Да, это было где-то месяц после того, как я ушла из братьев Бури. Я была пьяна и злилась, когда увидела, как она проходит мимо прилавка на рынке. Я прошла за ней через дверь, даже внимания не обратила, что ой, это была за дверь. Но когда она склонилась перед алтарем, я решила попытать счастье. Я повалила ее на пол и приставила к ее шее топор. Тогда-то я увидела амулет и алтарь, у которого она молилась. Давай. Ну, что ты... Ну, понятно, что она думает про Ривен, блин. Ладно, давай камни-душ. У нас двоих должно быть достаточно. Остальные могут остаться здесь и охранять святилище. В отписке говорится, что камни собираются перевезти на корабле. Целая крепость, полная тарм... Тауморцам для такой работы нужно больше, чем пара человек. Согласны, поэтому будет разумно не трогать форт вообще. Нашей целью станет только корабль. Так у нас больше всего шеи. Шансов даже... Ну, лучше перестраховаться, но потом сожалеть. Чем потом сожалеть? Посмотрим, куда ветер дует. Ясно. Ты хочешь спросить меня о чем-нибудь перед тем, как уйти? А чем освобождение этих душ поможет Таусу? Живые или мертвые, когда мы молимся Таусу, мы даем силу его духу. Мы тот меч, который сдерживает змея. Когда душу заточает камень душ, эта связь страдает. Его меч ржавеет, а змеи сворачиваются кольцами. А, брат? А, Тауфар. Наш источник предах Таумора. Естественно, что войти в доверие ему приходится подражать его коллегам. Что же касается его личных качеств, он скорее... страден. Порой, это не нравится, но я считаю, что это его способ справляться со стрессом. И не хочу вообще с ней разговаривать, я квест хочу идти делать. Она мне не особо интересна, если честно. Не, ну то есть понятно, что там какой-то персонаж такой прям интересный, да? Но нюанс, в общем, всяких вот таких вот модов и модов квестовых, короче, модовских квестов, вот, в том, что очень много разговаривают ребята, и ты вроде как тебе интересно, но слишком много занимает это времени. То есть ты просто сидишь, и она такая болтает-болтает, болтает-болтает, типа. Если в крепости наткнемся на брата Орилва, не волнуйся, я подскажу, кого надо убить. Так вот, корабль. Похоже, мы вовремя. Пошли. Пошли. Вот тебе и скрытность, да, видимо. Порази тебя Талос. Ну, дерется она нормально, да. Забрать камень-душ. Откуда? Отсюда? А что у вас, ребята, происходит? Подводный бой? Что? Да, я бегу босиком, такое чувство, что земля бежит вместе со мной. У меня есть одна проблема. Это не черные камни-душ. А есть разница? Только черные камни-душ могут вместить душу смертного. О, Стан нас... Значит, нас обманули. Давай, нам лучше вернуться во вдовью засталу и проверить, что все в порядке. Не в порядке. Я почти уверена, что не в порядке. А где Дуфи застал? Вот. То есть вы хотите сказать, что нас обманули, да? Прикольно. Не, ну, такой вот это поворот, конечно, я не ожидала. А там все мертвые, да? И эта тёлка всех убила. И такая ха-ха. Какой-то аффектаус. Да? Ай, Исмир. О, Исмир. Плюс девятью. Я найду того, кто это сделал. Я почти уверена, что это твоя подружка. Ну, просто смотри. В пользу того, что это сделала твоя подружка? А, нет, она. Она и мертвая. О, амулет Таоса. Прикоин. Это очень маловероятно. Численность гарнизона Таумора равна трёхстаун двадцати. И это исключает тех, кто патрулирует дороги. Ты всех убил? Ты, это твоих рук дело. А это ещё менее вероятно. Если бы ответственность за эти смешки лежала на мне, меня бы здесь сейчас не было. Ну, да. Также я не одобрил это обилие крови. Очевидны раны. Ты бесердечный ублюдок. Там, на полу, твоя сестра. Конечно, и нет сомнений, что перед смертью её пытали. Таумор не щадит предателей. А? И мне, скорее всего, будет уготована та же участь, если меня раскроют. Убирайся с глаз здоровья. Давай, чудовище. Не желаю тебя здесь видеть. Никогда. Моя сестра всегда выбирала неуправляемых соратников. Возможно, ты прислушаешься голосу. Разума. А... Обычно Фроу куда менее эмоционально. Что её так стревожило? Ну, блин, как бы все померли. Ну, давай, доводы Разума. Превосходно. Тогда мы должны смотреть в будущее. Нас ждёт очередная задача. Заполучить чёрный камни душ. Что здесь произошло, что могло пойти не так? Таумор, вероятно, заподозр предателя в своих рядах. Противоречивые отчёты о месте нахождения камни были созданы совершенно сознательно. Вот почему в своём послании я указал, что существовала 80% вероятность того, что люб... Моя сестра решила рискнуть. Результат оказался неудовлетворительным. Как Таумор отыскал это место? Скорее всего, случайно. Я следил за расписанием патрулей, чтобы это место не входило в их обычный маршрут. Однако, дорога полна сюрпризов. Не могу существовать никакой гарантии, что патруль не остановится в этих руинах и не решит их обследовать. Что ты думаешь о Тауморе? Их мотивы понятны. Они видят Сталоси-ребёнка, который дёрнул за ниточку, распутавшую нить бытия. Поэтому нить должна быть свёрнута, как моток пряжи, чтобы связать пространство и время по воле восьмерых. На самом деле, можно утверждать, что их цели довольно богородны. Если кто-то является злодеем в этой сказке, то это, безусловно, будем мы. Почему ты помогаешь вообще? По эгоистичным соображениям, раствориться в Этериусе это не то, что хотелось бы лично мне. Мир гораздо интереснее, сегодня разгаданная загадка, а не всем известный ответ. Где мне искать? Корабль был самым вероятным местом их нахождения, но раз уж оказалась приманка, это оказалась приманка. В таких случаях обычно обращают внимание на что-то другое, да? А, кажется, нам немного повезло от амурских караванов недавно атакован фалмерами. По всем признакам это была бесполезная повозка, заполненная скоропорчащимся товаром. Но это обстоятельство вызвало моего начальства беспокойство. Я пришел сюда, чтобы лично достать эти новости и обнаружил то, что нашел. Повезло, гребаный эльф говорит, что нам повезло. Да, да, богословила девятеро. Мы самые везучие дураки во всем с Каримей. Тебе лучше пойти в одиночку. В таком состоянии эта женщина-нор будет бесполезно. Нам обоим. Да, убирайся, прочь, все вы. Чего с тобой? Вы уверены вообще, что этот человек? Откуда ты вышел? Ничего ценного нет. Я думала, тут какой-то секретик. Откуда ты вышел? Ты прятался там все это время? Ой, а время-то уже сколько? Что-то я увлеклась. Давайте продолжим в следующий раз. А то уже что-то прям время-времечка много. Неожиданно, конечно, квест образовался. И, кстати, довольно интересно. Мне понравилось. Прямо-прямо хорошо. Вот. Все. Всем спасибо за просмотр. Я буду вам очень благодарна за поддержку, видеолайка и комментария. Не забывайте, пожалуйста, их оставлять. Это очень стимулирует работать, играть, делать прикольные вещи и дальше. Подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Также у нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд. Все ссылочки в описании. Всем хорошего в утро, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Увидимся с вами в следующий раз. Берегите себя. И пока-пока.